всем привет вы смотрите мир глазами охотника ну давно уже обещал я снять видео обзор своего ружья армсан а612 значит полных 7 сезонов я с ним от охотился в конце 2012 года я его купил и вот с тринадцатого года каждый сезон все охоты начиная с весенней и заканчивая зимней я с ним отходил стреляю только на охоте стрельбища тира никакого у нас нету поблизости сразу расскажу плюсы минусы что это турецкая берета собой представляет и какие возникли за семь лет с с ней косяки значит первое что с чем я столкнулся изначально это то что часто бывало такое что с магазина при перезарядке не подавала патрон ну вот эта вот кнопка там стоит пружина и не знаю этот механизм какой-то ну не очень и но я решил это просто тем что перри перемазал хорошенько почистил ружье и принципе она начала нормально работать периодически когда носили слишком загрязняется засирается тогда начинает эта кнопка клинить я как бы не оружейник не знаю всех определений поэтому что-то где-то буду называть своими словами но я думаю что но разберетесь сами если что просто оставлю свой отзыв потому что но люди замучили под каждым видео пишут и просят сделать сделай ну вот сделаю делаю значит это первый минус как только я купил ружье в основном мои осенние зимние охоты это были охоты на загонные стрелял с заводских патронов в основном но очень часто особенно картечь сам заряжал и пули сам заряжал и в итоге что получилось с какого-то патрона я не очень стрельнул в итоге и у меня образовалась раковина в стволе здесь немножко вздутие но на ощупь вот вот тут не знаю визуально видно не видно но ощупь чуть-чуть слышно сейчас я попробую снять это все разы разобрать и покажу так ну вот я не знаю видно в объектив снизу снизу стволе что примечательно это произошло где-то первый год наверное моей охоты или во второй ну повторюсь там были самозаряженные патроны скорее всего что где-то после не согласованной картечи я еще стрелял самолейных пуль колпачковых они не подкалиберные калиберные где-то поддуло ствол и сам виноват короче это тут я думаю что и берета бы скорее всего не выдержала но это не не в стволе в самом дело это в патронах дело что в итоге как бы на полет не влияет дальше стреляю все нормально значит стреляя я всегда с паучок а когда купил от стрелял разные чок получок цилиндр самая адекватная равномерная особь была у получока я его вкрутил и он у меня уже прикипел я только с ними я хочешь тоже спрашиваю часто только с паучоком а хочешь значит еще какая проблема возникла вот газоотводное кольцо сейчас я его вот она она у меня новенькая как видно это мне с привезли с турции с можно сказать на заводе за на заводе купили потому что у нас не было у меня сестра была в турции и в общем привезла спасибо и как видно оно тут полностью цельнометаллическое я фотку прикреплю старого оно было из латуни здесь треснуло в принципе у димона ну кто смотрит меня тоже ружье армсад 612 только в камуфляже у него такая же проблема с этим кольцом еще у одного знакомого есть тоже проблема с этим кольцом но я думаю что они уже решили эту проблему так как ну здесь цельнометаллическая и уже скорее всего что на новых ружьях мне так кажется я не знаю у кого новые напишите что идут такие цельнометаллические но с этим уже понятно что ничего не станет не лопнет но такой проблемы не будет но если кто-то покупает бэушную смотрите обращайте внимание на вот эту вот деталь так следующий минус или проблема так не знаю как это правильно называется ну вот это магазин вот здесь ходит поршень газоотводный и вот где он стоит в положении выстрела вот уже какой прогар образовался ну тут металл принципе толстый тут его еще хватит но все равно уже насколько проело я думаю видно так на полмиллиметра может проело уже не знаю посоветуйте надо все таки это уже ремонтировать заделывать подскажите как это заделать потому что я как бы не знаю ну и все в принципе больше никаких пока с ударно-спусковым механизмом ничего не было ну пластик видно в каком состоянии ну я активно пользуюсь я вообще не педант и чисто потребительское отношение у меня к оружию и в грязь и в воду и куда угодно ну то есть это она сдерживает нормально еще у одного человека я знаю вот это вот часть не знаю как она называется вот это вот лопнуло ему вытачивали тоже армисанчик у него и тоже кольцо все мы в один год покупали троем и вот проблемы были с этим кольцом именно у всех троих что 2012 год выпуска ну вообще когда я его покупал был выбор по-моему тогда только начали выпускать 55-е, 155-е МР-ки либо я думал это купить ружье либо МР-ку 155-ю ну как бы взял в руки это конечно намного приятнее в руках лежит это такая турецкий итальянец я его называю пластилиновое ружье очень оно охваткое такое цепкое прикладистое ну в этом отношении очень мне нравится легкое 3200 по-моему оно весит очень простое нету никаких лишних кнопок здесь никаких отсекателей там вот это все лабуды только одна кнопка которая закрывает затвор все предохранитель курок все ничего все просто в этом плане это огромный плюс я считаю для меня нету вот этих вот там лишних приблуд там что-то отщелкнул не отщелкнул переключение там этих стрельбы одиночной очередной стоило оно на те деньги где-то 700 долларов в то время все охоты я с ним отходил от зверовых до гуся как бы и в основном если вовремя чистить смотреть за ружьем оно меня не подводило если я на него забивал и там долгое время не чистил оно начинало уже уже затвор чувствовалось что медленно ходит то есть где-то крязь пропадала значит у меня был раньше до этого ружья ИЖ-27 советского исполнения 90-х годов ой 80-х годов ну и я немножко конечно когда это ружье купил если честно я удивился как так ну ружье стреляет резкость кучность ну все намного порядочно лучше чем в МР ой блин чем в ИЖ-27 еще такой нюанс кто будет покупать здесь открытая планка то есть если целиться как в советском ружье либо в МР оно будет как бы ниже то есть планка открывается мы видим планку и мушку и тогда уже целимся сделано это для специально для стрельбы по птице чтобы был лучший обзор покупал бы сейчас я себе такое такое ружье даже не знаю наверное я бы может чуть-чуть добавил уже бы взял итальянцы хотя в принципе мне ружье нравится я буду с ним охотиться дальше ну не планирую ничего себе нового покупать буду охотиться пока оно не развалится в общем когда развалится уже буду что-то другое брать ну такое вот ружье я думаю что все объяснил все рассказал что да как если что-то забыл у кого есть такое дописывайтесь что какие проблемы у кого были какие отзывы понравилось кому не нравится пишите чтобы как бы человек если хотел себе такое ружье купить ну не задавал просто лишних вопросов всем подряд а посмотрел это видео почитал комментарии и все понял надо оно ему или не надо вот у меня такой опыт семилетнего использования армсана Кузик успокойся оценивайте видео подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях и